Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Баталибова. И вот главные темы на сегодня. Убил из-за 5000 рублей жителя Махачкалы, нанесшего смертельную рану, должнику задержали полицейские. Дагестана. Куда пропали документы? Из архива Минимущества Дагестана исчезло более 300 договоров на аренду земли. А труба течет и ныне. Уже больше месяца жители Пятисема Гарамкенского района испытывают постоянные проблемы с водой. Юноши в ММА. Бойцы спортклуба «Горец» стали лучшими на первенстве Дагестана. Подробности о соревновании, прошедших в Каспийске, смотрите в спортивном блоке новостей. Сбил несовершеннолетнего и скрылся. Накануне в Махачкале по проспекту Имама Шамиля, житель Карабдахкенского района совершил наезд на 17-летнего подростка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован. Полицейскими водитель задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Ранее до этого что-нибудь употребляли? Алкогольное, наркотическое? Нет, ничего не употребляли. А то, что человек пострадавший там находится, вы... Я заметил как-то, он на ногах стоял, что как, ничего с ее замок, так подумал, играться, как приехал, и потом сожалел, что не остановился. В Дагестане среди учеников школ замечен рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по региону приняло решение перевести на двухнедельный карантин школы и классы, в которых по причине болезни не посещают уроки 20 и более процентов учеников. Среди них 11 буйнакских школ, одна кизельюртовская, две каспийские, одна из бабаюртовского и две школы Тлеротинского района. В Ногайском районе закрыто 6 классов, в Новолагском – 2, а также несколько классов закрыты и в Махачкале. Все они временно переведены на дистанционный режим обучения, а это свыше 12 тысяч обучающихся и более 3 тысяч работников сферы образования. Минобор региона держит ситуацию на контроле и проводит ежедневный мониторинг ситуации в средних общеобразовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Лишил жизни из-за 5 тысяч. Небольшой долг стал причиной убийства в Махачкале. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 38-летний местный житель, который дал взаимы знакомому. По его словам, он неоднократно просил вернуть сумму, после чего решил поехать к должнику домой и забрать свои деньги. Однако на месте произошла драка. В результате злоумышленник выхватил ножи и нанес должнику смертельную рану. Возбуждено уголовное дело. Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива Минимущества Дагестана. Глава ведомства Заур Иминов озвучил версию, что документы могли забрать бывшие работники Министерства. Он отметил, что на восстановление информации по потерянным документам ушло много времени и уже сейчас ведомство работает над тем, чтобы внедрить электронный продукт учета договоров аренды. В Дербенте местные жители обнаружили использованные шприцы. На кадрах любительского видео большое количество предметов, являющихся медицинскими отходниками класса B и V. По мнению специалистов-экологов, данный материал должен быть утилизирован путем сжигания в специальных печах. Вопрос происхождения шприцов на побережье пока остается открытым. Проблемы с водоснабжением в нескольких селах Магарамкентского района продолжаются. Это села Гильяр, Джипель, Куйсун, Гобцах и часть райцентра Магарамкент. Вот и сейчас труба дала течь после ремонтных работ. На любительской съемке видно, что вода залила всю улицу села Гильяр. Напомним, ранее администрация района заявляла о низком качестве новых труб, которые якобы завод-поставщик должен был уже поменять. Однако, по словам местных жителей, после каждого ремонта на участках трубопровода возникают новые аварии. Это сегодня прорвало, снова затопило все, вся улица. Такой ремонт. Буквально вчера, вчера они запустили заново воду после ремонта. Сутки не выдерживает. Заводы Дагестана в 2021 году довели оборонзаказ до 7 миллиардов трех миллионов рублей. Тем самым рост составил более 40%. По данным Мимпрома республики, самого значительного роста достигли два завода – Дагдизель и концерн Кэмс. В целом, индекс развития промышленности в регионе за прошлый год подрос на 9%. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса продолжается работа по наращиванию доли гражданской продукции в общем объеме производства, которая, согласно поставленной руководством страны задачи, к 2030 году должна увеличиться на 50%. В Махачкале продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Сотрудники Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства города совместно с управлением ГИБДД проверили пассажиров и водителей общественного транспорта. Акция проходила на проспектах Имама Шамиля и Петра Первого. Людям еще раз напомнили о важности соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Мастер-классы и обмен опытом в организации воспитательного процесса в школе. Ассоциация педагогов республики организовала на базе гимназии в Кайкенском районе семинар-совещание на тему методика патриотического воспитания в общеобразовательных учреждениях и в системе дополнительного образования. Подробнее об этом расскажет Ассель Манапова. На мастер-классах учителя рассказали об истории Великой Отечественной войны в деле патриотического воспитания школьников. Это важно, по мнению педагогов, именно сейчас, когда наблюдаются попытки уменьшить значимость героического прошлого страны. Кайкенский район, село Первомайское, для проведения семинара выбрали не случайно. Здесь, на базе местной гимназии, действует историко-краевический музей. Марзия Талиева вместе со школьниками собирает материалы и экспонаты. Гимназия участвует в различных конкурсах, а руководитель музея даже выпустила книгу. Посмотрите, здесь все, у чего информацию об авторе, а говорят все, имеются фрагменты из его жизни. Дальше обратите внимание к информации, которую я нашла после рождения, чего нет в нашем учебнике. Во время практической части семинара участники сумели посетить два из шести тренингов. Все они были направлены не только на патриотическое воспитание молодежи, но и на умение быстро ориентироваться, принимать правильные решения и нести ответственность за свои поступки. Концы мероприятия были отмечены благодарственными письмами сети, кто внес большой вклад в развитие образовательной системы Кайкенского района. С пожеланиями успеха, удачи и крепкого здоровья благодарим вас за то, что вы делаете для развития системы образования вашего района. Мне вдвойне радостно, что она сегодня проходит на территории Кайкенского района. Я хочу также сегодня поздравить вас с днем образования Республики Дагестан. Сегодня 101-я годовщина образования Республики. И хочу вас, как здесь было сказано, поблагодарить всех преподавателей, всех тех, кто сегодня трудится на поблище патриотического воспитания наших детей. На самом деле это тоже сегодня героизм. Участники семинара надеются, что вся проделанная работа будет не только на бумаге. Каждая ошибка в воспитательном процессе отдается в дальнейшем. Поэтому правильное расставление приоритетов изучения истории имеет большое значение, уверены организаторы мероприятия. Асель Монапова, новости ННТ, Кайкенский район. Студенческий десант в МВД. Сотрудники экспертно-криминалистического центра рассказали студентам колледжа правовой академии о работе своего подразделения. Ребята узнали, что в задачи центра входит оказание помощи судебным органам, оперативным службам и органам дознания в раскрытии преступлений. Гостям показали лабораторию, которая занимается молекулярно-генетическими исследованиями и методом ДНК-анализа. Также студентам организовали экскурсию по различным отделам центра, где они смогли наглядно увидеть рабочий процесс, а также получить ответы на интересующие вопросы. Республиканский хакатон завершился в Махачкале. 60 школьников из разных городов и районов Дагестана два дня на базе технопарка ДГТУ соревновались в разработке прототипа приложения с применением дополнительной или виртуальной реальности. Участники показали свои знания и возможности в области 3D-моделирования и программирования. Также в конкурсные задания входили анимации картин, изучение английского языка и финансовой грамотности, развлекательные и интеллектуальные игры. По словам участников, задания были настолько сложными, что некоторым из них приходилось даже ночевать на площадке форума, чтобы успеть закончить свои проекты. Мы реализовываем проект с помощью дополненной реальности, также с небольшим использованием смешанной реальности. То есть человек при заказе может сыграть в одну из доступных AR-игр или же изучить меню в AR-режиме, изучая состав, а также меню ресторана. Честно говоря, задание было довольно сложным. Мы потратили ровно двое суток. Это были двое суток беспрерывной работы. Сейчас мы все устали, но рады, что выполнили, и нам довелось поучаствовать в таком конкурсе. Далее о заметных новостях дня и не только. В традиционном обзоре «Дайджест» расскажет Хамза Нурмагомедов. На трассе Махачкала аэропорт погиб велосипедист. Его сбил 21-летний водитель Приоры. Авария произошла поздно ночью. Известно, что в момент ДТП человек на велосипеде переезжал проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода. Погибшему было 56 лет. О трагедии сообщает пресс-служба республиканского МВД. Еще одно смертельное ДТП. В 400-метровый обрыв сорвалась машина с экскурсоводом в Буйнавском районе. Водитель автомобиля погиб на месте. Несчастный случай произошел на окраине села Верхний Каранай. За рулем внедорожника находился 40-летний житель Махачкалы. Больше в машине никого не было. По данным статистики, только с 17 по 23 января на дорогах республики произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли. 23 получили ранения различной степени тяжести, в том числе и четверо детей. Двухмесячный ребенок на фоне осложнения УРВИ умер в городской больнице Буйнахска. Республиканский Мездрав проводит проверку. К медикам за помощь обратились родители младенца. У него выявили поражение центральной нервной системы. Однако решение госпитализации было принято родителями спустя две недели. У ребенка выявили ряд заболеваний, что, по мнению медиков, и стало причиной смерти. В столицу Дагестана украсили фото злостных должников по алиментам. Таким образом, судебные приставы решили наказать горе отцов, не желающих принимать участие в жизни своих детей. Фотографии стали размещаться на билбордах главных проспектах Махачкалы. На информационных счетах указаны контактные телефоны, по которым можно позвонить и сообщить о разыскиваемых алиментщиках. Как известно, на сегодняшний день таких должников насчитывается более 7500 человек, из которых более 800 находятся в розыске. Конкурс с призовым фондом 1 миллион рублей объявляет Муфтиад Дагестана. Участники будут соревноваться на лучшие знания книги шейх Сайфулака Дибашларов «Жизнь и творчество». Конкурс пройдет в тестовом и письменном форматах. Всего ожидается три этапа. Первый состоится 15 мая по месту проживания. Второй этап пройдет 22 мая в городах и районных центрах. А вот финал состоится 29 мая в Махачкале. Принять участие в конкурсе могут все желающие без возрастных ограничений. Пятеро тяжелоатлетов представят Дагестан на Кубке России. Соревнования пройдут с 3 по 8 февраля в городе Орел. Возглавит республиканскую команду на этом турнире Исмаил Гаджибеков. Махачкалинец – действующий чемпион страны и обладатель Кубка в весе до 55 килограммов. Помимо Гаджибекова в состав сборной войдут призеры чемпионата в России. Мадина Баймурадова, Ассали Абдулгашумов, а также Рахман Лалаев и Самад Ясиев. Бойцы спортклуба «Горец» стали лучшими на первенстве Дагестана по ММА. Соревнования накануне проходили в Каспийске. На ринг в спорткомплексе имени Курмагомеда Курмагомедова выходили юноши 2005-2006 году в рождении. Всего более 150 спортсменов из разных уголков республики. В общекомандном зачете по количеству золотых медалей первое место занял столичный клуб «Горец» имени Мусаила Алаудинова. Второе и третье место – клубы «Олдскул» и «Юниверсал Файтерс». Медалисты этих соревнований представят Дагестан на первенстве СКФО, которое пройдет в феврале в Нальчике. Эстафета флага ГТО дошла до Каспийска. Накануне на центральной площади города прошел этап республиканской акции «Знамя ГТО». Акция взяла старт на пересечении улицы Акулиничева и Халилова. Оттуда студенты СУЗов и педагоги, а также воспитанники спортшкол и их тренеры поочередно пронесли знамя до финишной точки. Мероприятие продолжилось коллективной зарядкой, и ее для жителей Каспийска провел олимпийский чемпион по боксу Кайдарбек Кайдарбеков. Всего участниками акции стали около 500 человек. Все желающие смогли сдать нормативы ГТО. Также для горожан была организована концертная программа и чаепитие. 13 января мне исполнилось 85 лет в этом году. И меня спрашивают, как вам удалось сохранить спортивную форму в этом возрасте. А я отвечаю всякий раз, потому что я, будучи учеником средней школы номер два, своевременно сдавал нормы на БГТО и на нормы ГТО. Это позволило мне сохранить здоровье на всю последующую жизнь. Желаю и вам всем, дорогие друзья, не расставаться спортом, заниматься постоянно и сдавать нормы на значок «Готов к труду и обороне». После Каспийские волонтеры провели еще одну акцию – блокадный хлеб, в ходе которой они навестили ветерана Великой Отечественной войны Муссу Багаудинова. Во дворе 95-летнего фронтовика был организован мини-концерт, а стены его подъезда расписали в военно-патриотической тематике. И на сегодня у нас все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!